Здравствуйте, я не дома. Оставьтесь на меня под сигналом. Я вам обязательно перезвоню. Малыш, возьми, пожалуйста, друг. Я знаю, ты дома. Нам нужно поговорить. Слышишь? Я очень сильно тебя люблю. Я мечтаю играть на сцене, ведь в театре вся жизнь моя. И выходишь ты вдруг из тени, я навеки теперь твоя. О мечте суждено сбыться. Стану вскоре актрисой я. Но в тебе хочу раствориться. Очень сильно люблю тебя. Мы играем в наши роли. Наши чувства, наша тоя. И всегда мы очень краток. Поцелуй нас, очень слабо. Привет. К сожалению, меня сейчас нет дома. Все, что хочешь сказать мне, скажи автоответчику. А он обязательно передаст. И о мечтах? И о любви. Кристина, что с тобой? Ты кто? Откуда знаешь мое имя? Не бойся. Это же я, Стас. Ты что, меня не узнала? Да я... Просто... Тут темно. Мне надо идти. Позволь, я тебя провожу. Сейчас очень поздно. Мало ли что может случиться с такой красивой девушкой. Ольга, где твоя реплика? Ты чего стоишь, как столб? Не смотри на него, а говори. Эльвира, где Ювея? Ты должна сказать. Довольно. Встаньте. Ты слова учишь? Вы решили меня довести, что ли? Всем учить слова. Репетиция задерживается до 22.00. Эльвира, привези мобиль. Перерыв 15 минут. Где же этот веер? Никак не могу найти. О, а вот и он. Довольно. Встаньте. Я должна вам объясниться откровенно. Онегин. Помните ли тот час, когда в саду волейна судьба свела? И так смиренно урок ваш выслушала я. Сегодня очередь моя. Онегин. Я тогда моложе. Я лучше, кажется, была. Я любила вас. И что же? Что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Не правда ли? Вам была не новость, смиренной девочке любовь. И нынче, Боже, стынет кровь. Как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой. Браво, браво. Ой, извините, я думала здесь никого нет. Ой, простите, это я виновата. Нет, ну что вы, это моя вина. Могу ли я исправить это недоразумение, и пригласить вас на чашечку кофе в наше кафе? Но у меня много работы. Ничего, работа ни волк в лес не убежит. Так что согласны. Ну, раз вы настаиваете, я, пожалуйста, соглашусь. Зачем вы, черт, так рано скрылись? Был первый у Ленькин вопрос. Все чувства в Ленском помутились, и молча он повесил нос. Вы решили окончательно меня запугать? Я услышал, как ты красиво произносишь слова, и решил подыграть. Извини, я не хотел снова тебя напугать. Ты можешь отвлечься от изучения текста и уделить мне полчаса. Это вы о чем? Я очень хочу выпить чашечку кофе, составишь мне компанию. Не откажусь. Ставь лайк, подписывайся на канал, и обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока. Пока-пока.